Здравствуйте, Шавуа Туфа, Гутуа, хорошая неделя. У нас Мишли, 196-й урок, мы находимся в 22-й главе. И начинаем с 11-го пасука, который звучит по-русски. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах. Тому друг царь. Мальбим. А, до этого пасука на иврите звучит. Человек, который любит чистое сердце, у него и чистые уста, у милости на устах. Он является близким к царю. Мальбим объясняет, что что такое Огэф Тогар. Человек, который любит чистоту сердца и приятность на устах, он близок к царю. После того, как нам была дана заповедь выгнать насмешника, который пытается привести к ссоре, без того, чтобы литроэл ему, чтобы не сблизиться с насмешником. После этого он говорит обратное. Что человек, который любим всеми людьми, и это человек, у которого чистое сердце и уста его говорят какие-то милосердные, милые вещи, что это обратное понятие лицу. То есть антоним слова «насмешник» — это человек, который... Насмешник — это тот, который насмехается над людьми, а приятный человек — это тот, который с чистотой своего сердца близок к остальным людям. То есть сердце этого человека полно желаний объединиться с другими людьми, и его уста наполняются вот этой близостью к другим людям. Насмешник — у него обратная ситуация. Он всех ненавидит, и его уста постоянно говорят что-то плохое. Но тот, который любит людей, он наоман, он доверяемый, люди к нему тянутся. Что его сердце и его уста, они одинаково разговаривают. И он не говорит слова насмешки, а только льетные людям слова. И такой человек, он годен, годится для того, чтобы даже царь стал его близким и стал его другом. Это объяснение, такой простой пшат этого пасука. Ну, собственно, Гаон не сильно добавляет и говорит, что то есть, в чем говорит пасук, что тот, кто любит того, у кого чистое сердце, и также любит того, у кого есть милость какая-то в его уставах. Это человек, кто такой человек, который с милостью на уставах? Человек, который говорит цедок в йошер. Человек, который говорит вещи, которые являются правильными, праведными. Слово цедок. И прямыми вещами. Этот человек является близким к царю. И то же самое по отношению, что имеется в виду, что царь, дерек царя, обычай царя, это любить эти два качества. Качество сердца, которое хорошо относится к людям, и качество уста, которое хорошо говорят. И так же царь, то есть Всевышний, несмотря на то, что Всевышний любит, не несмотря на то, что Всевышний любит того, кто служит ему, выполняет заповеди, Батагарат Галев, чистотой своего сердца, и говорит все время цедок в йошер, на уставах которого находятся праведность и прямые вещи. То есть царь, царь и Всевышний хорошо относятся к этому человеку. Здесь есть одно маленькое такое вот но, которое надо упомянуть, разговаривать на эту тему я, наверное, не буду, что существует человек, уста которыми говорят хорошо, красиво, правильно, и существует человек, ну это тот же самый человек, человек, который говорит приятное окружающим его людям. А есть человек, который называется подхалимом, который занимается тем, что он подхалимничает другим людям и говорит то, что им будет приятно, но при этом сердце его немножечко в другом месте находится. Так вот, подхалимаш – это запрет Торы. В отличие от того, что говорить приятные людям вещи – это хорошо и правильно, и такой человек, он любим Всевышним. Человек, который занимается подхалимажем и говорит человеку, который не является праведником, является, в общем, расшой, говорит удобные тому человеку вещи, вместо того, чтобы выполнить миссию, упрекать ближнего, он, наоборот, его как бы поддерживает, и все время ему подглаживает, подлизывается и так далее. Это не имеет ничего общего с тем, о чем говорит этот пасок. Поэтому Имальби и Магро указали, что это человек, у которого есть чистое сердце. Это указал Шлом Амелов. То есть это должен быть человек, у которого пив, волейбо, шавим, у которого сердце и его уста, думаю, это одинаково. То есть речь идет о человеке, который сообщает по отношению к ближнему те слова, которые приятны этому человеку. Но не потому, что я знаю, что ему приятно это услышать, а потому, что это действительно человек, который праведный, человек, который хороший, и поэтому я к нему обращаюсь с хорошими словами. Но в случае, если это говорится для того, чтобы сподхалимничать и так далее, то в этой ситуации об этом этот пасок не говорит. И это не называется пиво, волейбо, шавим, не называется, что уса и сердце одинаковые. И это не называется авададбетаварат лев. Поэтому здесь подчеркиваю Шлом Амелов, что для этого должна быть полная чистота сердца. Это такой коротенький пасок. И особенно тут даже никто ничего не пишет. А вот теперь следующий пасок, он уже немножко более сложный. Он говорит, глаза Всевышнего охраняют людей или охраняют знания, но дело отступника он расстраивает. Этот пасок уже надо как-то ловить. Но в начале мальбим, который, да, довольно относительно короткий комментарий, в начале на иврите пасок звучит, Глаза Всевышнего, они производят знания. Я не знаю, как лучше перевести «салев». Он переводит «отступника». Но они расстраивают, они мешают, глаза Всевышнего, они мешают человеку, который богет, который восстает, который хочет изменить, восстать против чего-то. То есть глаза Всевышнего выполняют две функции. Мешают Роше и наоборот охраняют цадика и дают ему дат, то есть знания. Вопросов здесь, конечно, сразу же на поверхности несколько вопросов. Причем здесь глаза Всевышнего к знанию и так далее. Ну, вопрос, который, наверное, уже не надо заниматься на 22 главе Мишли, но тем не менее, такой в кавычках вопрос, что означает «глаза Всевышнего», когда у Всевышнего нету тела. И смотрим комментарий, который сразу будет объяснять. Прежде всего, перевод слов. Мальбим указывает здесь на слово, которое слово «даат». Глаза Всевышнего, они производят «даат». Говорит Мальбим, я уже объяснял, что это указывает на вещь, которая рождается таким стопроцентным познанием, посредством размышлений первых или посредством ощущений и тому подобное. То есть это речь идет не о том знании, которое получено сверху, это знание, которое человек связан с ним. Мы много раз обсуждали, что «даат», происходит слово «хибур», «соединение». И «глаза Всевышнего» делает так, что у человека есть соединение с каким-то понятием Торы. Это первый комментарий Мальбима, который так вот находится в комментарии на слова. Теперь возвращаемся к самому пасуку «биурга иньян», объяснение того, что произошло. «Эйны Гошемна Црудаат», говорит Шлома Амеллах, что «глаза Всевышнего», они производят познание знания. Говорит Мальбим, что вот законы мудрости, ты не найдешь в них муфет, ты не найдешь в них каких-то чудес, но они все приняты по традициям и кубалим, они все должны быть понятны и приняты. «Гавилими вазуха кейха ва и тилум вам свекот». «Рашоем», вид «рашоем», не счастливцев, который называется «авилием». Наверное, лучший перевод, который есть, это слово «глупец». Так вот, глупцы будут пренебрегать этими законами и вкладывать в них сомнения. То есть, мы говорили о том, что есть Авиль в Эпэта, Пэти. Пэти – это человек, который действительно не знает, что от него хотят, просто Филя такой, и поэтому он, не зная, что делает, совершает какие-то ошибки. Авиль – это человек, который познал, он знает на самом деле, как правильно себя вести, но из-за его тайвы, желаний всякие вещи делать, он сам рождает эти сомнения для того, чтобы ему легче было поддаться своей тайве. Тайва заставляет его поддаваться сомнениям. Так вот, Авилим, они будут пренебрегать твоими законами и в них вкладывать свекот сомнения. И также твуна-вэскэль, понятие твуна, бины и даата, разума, они входят в действие с помощью исследований, которые человек делает своим разумом. И немногие люди думают, раздумывают над тем, что происходит. И также не все могут об этом хорошо продумать, если не будет у них каких-то исадот, каких-то основ. То есть для того, чтобы что-то понять, нужны основы. После этого многие вещи можно познать с помощью анализа. Но нужны какие-то ословы, которые получились исследованиями каких-то вещей. Но существует понятие ажгоха Всевышнего. Это то, как Всевышний наблюдает и воздействует на различные вещи, которые насаживают в сердца человеческое какие-то даты. То есть есть способ познать мир с помощью наблюдений, исследований, анализов философии. Существует еще одна вещь, что когда Акодаш Брагун наблюдает за человеком, он вкладывает в его сердце какой-то дат, какое-то понимание, какое-то знание. И это первые такие вот мысли, которые есть у человека, первый мускулок, первый разум, который получает человек. И это пхина, это качество, оно приходит посредством хушим, посредством чувств. Что посредством этих чувств человек начинает постигать ясное знание. И тогда он может пользоваться также своим разумом для того, чтобы вывести одну вещь из другой и понять истинность каких-то вещей. Но все это приходит со стороны ажгохи. То есть, говорит Мальбим, что когда человек раздумывает над тем, что происходит в мире, он может путем наблюдений, исследований понять какие-то основы, после этого путем анализа из этих основ сделать какие-то выводы. Это один из возможных путей. Но если так начинать с нуля, не имея каких-то базисных основ, то прийти к пониманию эмет, истины Всевышнего, очень тяжело. Поэтому Акудыш Барагу, он вкладывает какие-то основы в сердца человека, посредством их чувства или посредством какой-то информации, которую человек получает. И после этого, когда какие-то основы уже заложены Всевышним в человеке, то человек может путем анализа достигать понимания того, что происходит, и выводить одну вещь из другой. Поскольку глаза Всевышнего, они рождают, они творят, создают вот это понятие даат. И следует из этого такая вещь, что человек, который хочет спорить с истинным знанием, Акудыш Барагу искривляет его слова. И человек этот, вместо того, чтобы прийти к познанию мира, поскольку его задача изначально этого не делать, то он отступник, он человек, который хочет иначе как-то вести себя, не с точки зрения мудрости Всевышнего. Поэтому Акудыш Барагу его мысли, его знания расстраивает таким образом, что он приходит к абсолютно неверному результату. То есть Мальбим базируется на том, что для того, чтобы познать этот мир, нам помогает Акудыш Барагу, который вкладывает какие-то основы необходимых знаний, первичные основы, вкладывает через ощущение или через разум, через сердце или через разум, но вкладывает их в человека, и чтобы только после этого человек мог путем дальнейшего исследования и размышления прийти к правильным выводам. Но человек, который этого не хочет, Авиль, который хочет положить какие-то сомнения даже в то, что известно, то Всевышний расстраивает его замыслом, и он не получает силу-то дешмая, помощи от Творца, чтобы пойти по правильному пути. Это комментарий Мальбима. Гаон говорит, он обращает внимание на то, о чем Мальбим вообще решил не разговаривать. Потому что в пасуге есть трудность, на которую я с самого начала указал, а именно, что пасуг начинается словами «глаза Всевышнего». Это то, что создает понятие даат. Гаон начинает свой комментарий, в общем, базирует его на том, что означает понятие «эйней Гошем» – «глаза Творца». Он говорит, что глаза Всевышнего, они охраняют праведников, для того, чтобы они не забыли знания. И эти же глаза Всевышнего, они искоревляют, расстраивают путь человек, который отступник, как в русском переводе переведено, изменник, человек, который изначально идет по неправильному пути. То есть, слова ромая, лжеца, он расстраивает его, слова его замысли. Это все делают глаза Всевышнего. Для того, чтобы стало известно его ромаутство, его обман. Мы когда-то уже обсуждали, что есть слово ромай, лжеца, слово шакран, лжец. Ромай – это человек, который не говорит ложь, такую прямую ложь в открытую, а который говорит полуправду для того, чтобы в дальнейшем увести в сторону, увести в сторону от понятия правды. Так вот, для того, чтобы его ромаут, этого человека, стал известен, Хакодыш-Брагу, смотрит на него и делает так, чтобы этот ромаут стал виден не только ему, но и остальным людям. Что имеется в виду? Говорит Гаон. Есть такой пасук в Торе, даже два пасука на эту тему есть. Шохот, я вэр, и вны, и хохоми, вэсэлэв, деврэя, и отца, дики. Что взятка – это то, что ослепляет глаза мудрецов и искривляет слова праведников. Другой пасук говорит, что шохот, взятка, она ослепляет зрячих и искривляет пути слова праведных. То есть пасук меняет немножко, два пасука меняет немножко порядок и отношение, что к чему. Один раз сказано слово хахамим, другой раз сказано слово пикхим. Хахамим – это мудрецы, пикхим – это зрячие. Имеется в виду то, что сказано. Здесь приводится нам пасук из книги Дворим, где сказано, вот ты будешь ледрож, будешь толковать, и будешь исследовать, и спросишь очень хорошо, и увидишь, что эта вещь правильная. О чем говорит этот пасук? В сифре, сифре – это комментарий, ранний комментарий на книгу Дворим, сказано, что здесь надо ледрож, это медрож такой. Как ледрож? Ведарашта вахакарта, и будешь исследовать, я не знаю, как ледрож, толковать, и хакарта – это именно исследовать. Дарашта, и то, и другое переводят по-русски, надо сейчас перевести. Дарашта вахакарта, словом, я буду исследовать, ты будешь исследовать. Что значит исследовать? Спрашивать свидетелей. Хакарта – это исследовать, что на эту тему считает Тора. Шаалта – и будешь спрашивать слова мудрецов. Это посох, который обращен к Даяну, который говорит, как Даян, судья, должен вести судебный процесс. Ты должен вначале расспросить Эдим, потом исследовать, что считает на эту тему Тора, и после этого спросить слова наших мудрецов. На первый взгляд здесь все непонятно. То, что заканчивается по суке, говорит, что ты исследуешь и выясни, что вещь, о которой говорит этот человек, это эмес, нахон и адавар. Она правильная и она верная. Что за разница есть между словами правильная и верная? Эмес – это истина, нахон – это правильная, верная. И это то, что здесь сказано два раза одно и то же слово. На первый взгляд, эмет и нахон. Как бы я ни перевел по-русски, это не отразит смысл этих слов. А что имеется в виду? Зачем дважды говорится одно и то же? Сказали наши мудрецы, где они это сказали в геморе Сангедрин, что есть такая гемора, которая выясняет в начале Сангедрина, выясняется, какие псаки может давать Рав, какие псаки Рав не может давать. То есть, где граница того, что человек знает и не знает, и как он может решить какую-то вещь. Потому что человек, который знает на сто процентов, ему не надо спрашивать Рава, как правильно делать. Человек, который не знает, он должен спросить того, который знает, что называется знать, какой уровень знаний должен быть. Отвечает гемора так, что если тебе понятно и известно ту вещь, которую тебя спрашивают, которую ты сам себя спрашиваешь, ки ахатха, как вопрос, связанный с сестрой, то скажи ему. А если это ясно тебе, как утро, то тоже скажи ему. А если нет, то не говори. Вначале простой смысл того, что говорит гемора. Если тебе задается вопрос, и ты знаешь ответ на этот вопрос так же, как ты знаешь, что нельзя жениться на своей сестре, это понятно, что знает большая часть людей, это простая вещь. Или если для тебя оно так же ясно, как свет, который есть утром, ты видишь, что происходит при этом свете, то тогда ты можешь отвечать на вопрос. Но если это не настолько понятно, то есть есть какие-то сомнения, ты не настолько ясно знаешь ответ, как то, запрещена тебе в жены твоя сестра или нет, то не говори ответа на этот вопрос. На первый взгляд эта гемора тоже не очень понятна, потому что здесь есть повторение одного и того же разными словами. Что означает знаешь, как сестру, и что означает знаешь, как утро, на первый взгляд это одно и то же. Зачем надо повторять? Объясняет Гаон эту гемору. Он говорит, что любой даян, любой судья. На самом деле не только судья, когда есть некая разница между Даяном, который судья, и Равом, который объясняет, говорит, как правильно себя вести. Но разница, она лежит немножко в другой плоскости. И тот, и другой говорит, что считает Тора на эту тему. Только Даян, он забирает деньги у одного и отдает другого. У него есть право заставить что-то делать, поскольку это касается отношений между людьми. А Рав, он отвечает на вопрос, можно или нельзя, и он не может заставить. Может быть, в какой-то случае может. Но обычное состояние Рава, это не заставить что-то делать, а ответить, что имеет в виду в этом Всевышний, что имеет в виду Тора, что можно, что нельзя. Но и к тому, и к другому относится то, что мы сейчас будем читать у Гаона Вилья. Он говорит, что любой Рав, любой Даян, у него есть нужда, необходимо, чтобы он знал две вещи. Первая вещь, что он должен быть Бакибе Тора, он должен знать Тору и знать закон до конца. То есть он должен знать, что имеется в виду Тора, что имеет в виду Тора в данном случае. Второе, он должен быть Бакиба Ишио Шалелом. Он должен знать, что происходит в мире. Он должен быть специалистом по миру, по обычным мировым вопросам. Что имеется в виду? Он должен в своей мудрости понимать, свидетели Баала и Дени, свидетели, которые к нему пришли, или подсудимые две стороны, которые судятся с ним, или человек, который пришел задать вопрос, все то же самое, правильно ли сформулирован вопрос, честно ли они говорят, и нет в их словах какой-то даже непогрешности, а может быть даже специально попытки направить суд в другую сторону. Поскольку что произойдет, если он очень хорошо знает Тора, но не знает, Тору знает, но не знает, что происходит в мире. Если они будут врать и говорить какую-то историю, абсолютно неправильную, то он будет судить в соответствии с их Таанод, с их словами. И если он не увидит их обмана, то Дин будет Дин и Мэтт, закон будет правильный закон, он ответит то, что считает Тора на эту тему. Но в соответствии с тем вопросом, который был задан. Но это не будет Амито Шель Тора, это не будет истина Тора. Это правильно с той точки зрения, как был задан вопрос, но поскольку вопрос был задан путем подтасовки фактов, то ответ, соответственно, будет неверный. Не неверный с точки зрения Тора, но неверный с точки зрения того, что происходит в мире. И это то, что сказали наши мудрецы. Любой даян, который дает дин эмет, который судит истину на истине, объясняет Тосфас, что это пришло исключить дин мируме. Дин мируме это дин обмана. То есть, когда с точки зрения Торы все правильно, но с точки зрения того, что существует в мире, здесь была допущена ошибка. Имеется в виду, что дин мируме е псак эмет. Псак Галаха, он абсолютно правильный, но он соответствует словам подсудимых или словам свидетелей. Но это не амитошель Тойра. Амитошель Тойра, истина Торы, это псак, который должен соответствовать не только словам, которые были произнесены, но тому, что есть на самом деле. И это то, о чем сказано. Дараш тамин гаэдим. Ты должен лидрош эдим. Вэхакар тамин гаэдим. И только потом узнать, что Тора считает на эту тему. А после этого спросить слова Софрим, слова наших мудрецов. То есть, вначале нужно лидрош эдим, чтобы увидеть, что они не говорят неправду. После этого нужно узнать, какой дин устанавливает в этом случае Тора, когда мы знаем, что произошло на самом деле. И после этого, это тот псак, который даст подобный деярн, это будет псак эмет, истинный псак. Потому что дин, который он говорит, это дин эмет, мина тойру он эмет. Это раз, и два находа давар, и эта вещь верная. Потому что здесь нету шекера. Поэтому гемора вранья. Поэтому гемора говорит о том, что даян, который дан дин эмет в нахон, эмет с точки зрения Торы, и нахон с точки зрения мира. Поэтому, что там нету вранья. Поэтому устанавливаются здесь два направления. И об этом сказали, что если у тебя эта вещь так же понятна, как твоя сестра, то есть для тебя Дин Минга Тойра совершенно понятный и естественный, ты знаешь, что Тора думает на эту тему, так же, как знаешь, что сестра запрещена брату из Торы. И но это первое слово, второе, что это должно быть барульки-бокер, это должно быть все ясно, как утро, то есть здесь уже речь не идет о законах Торы, здесь речь идет о том, как проверить истинность их таонот, правильно ли говорят свидетели. Или они врут для того, чтобы уметь словить вранье и увидеть, когда Дин и Мэтт, когда они правильно говорят и когда нет. Об этом сказано, что шохот, когда дается взятка Даяну, то она ослепляет глаза мудрецов, потому что и с другой стороны сказано, что взятка, она ослепляет глаза зрячих. Мы с самого начала, в начале я читал комментарии Гаона и сказал, что эти два пасука, что не пасука, а высказывания, что шохот ослепляет глаза мудрецов и шохот взятка ослепляет глаза зрячих, здесь как бы повторение идет в Торе. И кроме повторения, почему-то изменено в одном месте сказано Хахамима, в другом Пикхим, в одном мудрецы, в другом зрячие. Объясняет Гаон, что такое ослепляет глаза мудрецов, кто такие мудрецы? Мудрецы Торы, то есть те, которые знают, что думает Тора на интересующую нас тему. Пикхим, зрячие, это те, которые умеют правильно видеть, что происходит в мире, то есть которые могут оценить то, что их спросили, это соответствует правде или нет. И здесь сказано, что Даян, он должен быть специалистом в двух вещах, в мире и в Торе, что если он будет и Хахам, и Пикех, и мудрец, и зрячий, но даже в этой ситуации взятка, которая ему дается, она ослепляет его глаза, и ослепляет глаза тоже в двух направлениях. В направлении Хохвы, мудрости Тора, и в направлении Пикехута, умение видеть того, что происходит в мире. Взятка, которую дает Даяну, заставляет его увидеть неправильно то, что происходит в мире, и взятка может с тем же успехом заставить его неправильно истолковать закон Торы. И вместо того, чтобы указать закон, который для него должен быть ясен так же, как то, что сестра запрещена брату, то точно так же он может неправильно истолковать какой-то другой закон, и в результате ошибка может находиться в двух плоскостях. Первая плоскость – плоскость Торы, вторая плоскость – плоскость этого мира. Два взгляда, которые могут быть ослеплены. И тем не менее, о, Шохот, взятка это ослепляет. Поэтому в обоих случаях написаны «глаза», делают человека слепым. Но здесь есть изменение языка. В одном месте сказаны «хохоми», в другом «пекхим», в одном – «мудрецы», в другом – «зрячий». Продолжение этого посуга Мишли, которая говорит, что «Исалев деврей цадиким», что она искривляет взгляд цадиким. Здесь никакого изменения не произошло, потому что, я извиняюсь, я неправильно сказал, и оно искривляет слова праведных. Здесь нет двух вариантов, потому что здесь есть только одни слова. Дибур, высказывание, оно всегда одно. Один псагалаха, один рассказ и так далее. Но разум и глаза, их всегда два. Есть два взгляда, и поэтому есть два глаза, о которых идет речь. Человек должен, один глаз, работать на знание Торы, на то, чтобы увидеть, что Тора говорит на эту тему. И второй глаз должен работать в направлении на то, что происходит в мире. Понятно, что человек и то, и другое видит обоими глазами, но некая аллегория, которая об этом говорит. И это нужно для того, чтобы Дин был «эмэтлэмэто», потому что, чтобы закон, который он даст, был закон «эмэслэмэто» истина истин. Поэтому Всевышний создал человека с двумя глазами. Один для мудрости Торы, другой для вопросов, связанных с действиями внутри этого мира. И если у человека есть только один взгляд, только Тора на бездействие этого мира, он может быть очень праведный человек, но он не может быть даяном. Если у человека есть прекрасные знания этого мира, он может быть большим специалистом, но без знания Торы он тоже, понятно, что в даяны пролезть не может. Но уста, которые есть у человека, они всегда одни. Несмотря на то, что есть верхние и нижние губы, но уста, это уста одни. И поэтому, когда мы говорим про пророков, то у пророков тоже упомянуты два глаза. Понятно, что эта аллегория имеется в виду не два глаза, а два взгляда, которые даются пророкам, которые Всевышний раскрывает. И поэтому есть два глагола, которые употребляются для пророчества. Глагол на иврите я говорю роэ и глагол хозэ. Роэ это видеть, хозэ, наверное, тоже видеть. Только некоторых пророков называют роим, некоторые называют хазан. Это пророки, первые и последние пророки. Есть некое разделение внутри Танаха. Часть пророков называется навиим решаним, часть навиим охраним. Навиим решаним, это возьмем какие-то простые примеры, маши рабей набрать не будем, но шмэль анави, натан анави. Это из навиим решаним, это первые пророки. И есть пророки Малахи, Хагай, которые называются навиим охраним последними пророками. К одним относится слово лирот, к другим слово лехазот. И то и другое слово по-русски, я не знаю другого просто глагола, как видеть, видение, которое им показано. Но здесь употребляется два разных слова, чтобы их указать. И об этом говорится в Гемории Вамот, что первые пророки видели бас паклария маира через прозрачную стекло, через прозрачную призму. Поэтому они называются роим, те, которые видят. Как сказано, что пророка, который я сегодня, я буду называть перед тобой роэ, видящий. Навиим охраним, то есть последние пророки, они видели через аспакларию шейна маира. Они видели через стекло, которое не до конца прозрачное. Поэтому пророчество их называется хазон. Очень часто в пророчествах написано хазон такой-то. Например, хазон и шаяу, хазон авадья. Перевод слова хазон – это то же самое, что рея. Только хазон – это больше арамейский корень, который вошел в иврит через тонах. А роэ – это чисто корень торы. Поэтому вот так он называется море, видение, которое было у пророчества. Но хазон – это уровень меньше, чем уровень роэ. Точка. Значит, здесь есть одна вещь, которую надо обратить на него внимание, потому что в Гемории и Вамот названы первые пророки Роим, вторые пророки Хозим. И сказано, что первые видели через аспаклария маира, вторые через аспаклария шейна маира. Но здесь есть одна проблема. То, что написано, что кроме Маширобейну, никто не видел через аспакларию маира. Что аспаклария маира – это уровень пророчества, который только был у Аф-Навиим, отца пророков, а именно Маширобейну. Ответ очень простой. Что Маширобейну видел на 100% через аспакларию маира. То есть это была яркость его видения, яркость понимания того, что ему показывали, была отличалась от всех пророков. Поэтому называется Аф-Навиим. Он видел не примерами, а прямо фактами, которые есть на самом деле. Остальные пророки им показывали через какую-то призму. Но уровень прозрачности этой призмы, уровень понимания того, что показывают призму, был разный. У первых пророков это называется по отношению к последнему аспаклария шейна маира. По отношению к Маширобейну это называется тоже аспаклария, которая не видна. Но по отношению к Аф-Навиима храним это прозрачное стекло, через которое им показывают. У Аф-Навиима храним, даже по отношению к Аф-Навииму решаним, даже по отношению к первым пророкам и последних пророкам, это называлось аспаклария шейна маира. Это называлось призма, которая не просвечивала, она не давала полностью света, не давала полной ясности картины. Но тем не менее, есть два глаза, правый и левый, есть два видения, которые нам даются у пророков. Это аспаклария маира и эйна маира, о которых мы только что говорили. Когда же мы говорим про Даяна и Рава, то сегодня это один глаз работает на Тору, второй глаз работает на понимание этого мира. И только соединив эти две вещи, вместе мы можем дать псак, который есть. Иначе, если нам не хватает понимания мира, то мудрец, к которому придут, он просто, зная, что говорит Тора в этой ситуации, не сможет увидеть отличие этой ситуации от той ситуации, которую показывает Тора, и придет к псаку, который на первый взгляд с точки зрения Торы верный, но с точки зрения мациюта, с точки зрения того, о чем идет речь, это будет псак неверный. Вот. И это то, что мы говорим про Нави, мы все время говорим, когда говорим про пророка, несмотря на то, что у него есть два видения, два уровня того, что он видит, те мнения пророчества называются словом Нави. Нави происходит от слова П, уста, то есть тот, который высказывает устами, а уста у него всегда одни, поэтому говорит он одинаково, поэтому к слову Дибур относится только единственное число, а не множественное число. И это то, что сказано, и положу я слова мои в твои уста. Нави, слово Нави, корень слова Нави, пророк, это невсватаем высказывание устами. Точка. Теперь, говорит Гаон Мивильна, что, как известно из разных источников, например, Гемора Баобасра 12-й Дав, что мы говорим «Хахам одев минави», что мудрец, он находится выше, чем находится пророк. Поэтому у Хахама есть три дарги, есть все три уровня. Первое, две, это глаза, то есть глаза мудрецов в Торе, глаза пикихим, глаза зрячих в действии, и слова, которые говорит мудрец, которые находятся в устах. И эти три качества выходят из Хахама. И когда мы говорим про Шохот, то Шохот, взятка, которая дается Даяну, мудрецу, она мисалев хаколь, она все стирает, она делает так, что совершенно все становится искривлено и непонятно. Когда Даян не берет Шохот, то несмотря на то, что жгиет миевин, кто может понять ошибки, тем не менее, Гошем, он охраняет человека для того, чтобы он не попался в своей мудрости и в своей пикихуте, в своей умении видеть, и не ошибся ни в одном из них. Это понятие дат. Понятие дат, когда он совмещает мудрость Тору с мудростью этого мира, видит, кто из этим говорит неправду, кто говорит правду, и делает анализ того, что произошло, и дает псаг, которые верные, но мы знаем, что кто может застраховать человека от ошибки. Ошибка бывает очень частая вещь, когда человек не до конца понял, что произошло, или не до конца понял, как это связано с каким-то законом Тора, и то, и другое возможно. Но здесь нам говорят, что глаза Всевышнего, это то, о чем говорит этот пасук. секунду, эйны, сейчас, эйны Гошем нутсру дат, вейсалев диврей богет. Глаза Всевышнего, они делают, они формируют понятие дат, создают понятие дат, потому что, несмотря на то, что человеку очень легко впасть в ошибку, не понять какой-то ситуации, грубо говоря, Даяну можно, не давая ему взятки, можно обмануть каким-то способом, рассказать какую-то небылицу, и очень часто именно так и происходит. Или Тора, она, понятно, что это сложная вещь, и человек, сколько бы он ни учился, какая-то ошибка в Торе возможна. Но, если человек не берет взятки, если Даян, который, Талмитхохам, знающий вещи, и старается дать Дин Эметвенахон, как мы говорили, истинный и правильный Дин, то здесь нам дается обещание, что глаза Всевышнего, они будут создавать, да, то есть, предохранять Даяна от ошибок, чтобы у него произошло совмещение знаний мира со знаниями Торы, и он мог дать правильный псаг. Потому что Дарт включает в себя это двойное знание, оно состоит из двух, из знаний мира и знаний Торы. И это то, о чем сказано, что глаза Всевышнего, то есть два глаза, которые есть у Творца, я еще раз повторяю, думаю, что об этом не надо говорить, что у Всевышнего естественно нет тела и соответственно нет глаз, но Шлома Амеллах говорит тем языком, который можно как-то понять, глаза Всевышнего, два взгляда, которые бросает Всевышний, они относятся к Хохме Торы, к мудрости Торы и к Пикихуту, к умению видеть то, что происходит в этом мире, Бамайса, на самом деле. И эти два взгляда, они формируют знания Даяна, Рава, Талмитхохама, которые включают два элемента, о которых мы говорим. Это то, что сказано о том, что глаза Всевышнего формируют знания. В соответствии с тем, что мы говорили об устах, и мы говорили, что шохот, взятка, она искривляет слова праведников, цадиким. Несмотря на то, что он, но тот, кто не берет взятку, Акодыш Барагу, он Исалев, он искривляет попытку сказать неправильно со стороны какой-то вещи и помогает Даяну, которая является цадиком, понять те тоанод, те вопросы, которые ему задают, где находится шекер, где находится ложь, и тогда этот человек сможет дать Дин, правильный Дин, который будет стопроцентно правильный, и то, что есть на самом деле, совместится и знание этого мира со знаниями Тора, и Тора этот мир будет совмещены, и из них обоих произойдет взгляд, правильный взгляд, Дат, Тойры, и Псаг Голоха, который сказан устами по поводу того, что нужно в этой ситуации. Я слышал от одного из своих учителей, Рафа Лезера Кугеля, он уже сегодня не первой молодости, тогда, наверное, тоже был не очень первой, но он учился у такого человека Хазаныша, одного из наиболее известных глав поколений времен, я не знаю, Второй мировой войны, раньше, может быть, чуть позже. Так вот, Хазаныш, по словам Рафа Лезера Кугеля, Хазаныша было совершенно невозможно обмануть. Когда к нему приходили с вопросом, он тут же усекал, видел каким-то образом, что вопрос, который формулируется, в нем есть что-то не то, и отвечал, что ты не пришел получить ответ на вопрос, ты пришел уговорить меня, чтобы я тебе сказал то-то и то-то, я этого делать не буду, и отказывался продолжать разговор на эту тему. Вот, это Хазаныш. С другой стороны, многие рабоним, даже большие, Талмидей, Хохомим, и так далее, понятно, что человек, который приходит к Рау с целью его обмануть, то иногда это очень нетрудно сделать, какую-то ошибку вкладываешь в свои слова, которые незаметно проглатываются, и тот, кому ты задаешь вопрос, не может уловить этой ошибки, поскольку, откуда он может знать, о чем идет речь. Вот, и тут бывает так, что человек натыкается и ошибается. Вот здесь, в этом пасуке написано, что человеку, который по-настоящему праведен, человек, который ведет в нужном направлении, ему дается определенное сиуте дешмая, для того, чтобы ответ, тем не менее, оказался верный, либо, чтобы он засек ошибку, либо, даже не засеча ошибку, он оговаривается, но ответ бывает верный, такое тоже бывает. Есть несколько мест в Геморе, я помню, Рова в одном месте, где Рова неправильно сказал ответ на вопрос, и потом его кто-то спросил, как же ты так сказал, вот есть барайта, который говорит иначе, он говорит, ой, я ошибся, а потом выясняется, что история была чуть-чуть другая, чем ему пересказали, забыли какой-то, правда, какую-то деталь истории пересказать, и в результате Пса Галаха был абсолютно верный, ответ он дал абсолютно правильный. Но понятно, что такие истории случаются больше с Ровой, а не с сегодняшними людьми, поскольку Рова, это было Рова, это было время Талмуда, каждое поколение идет все ниже и ниже, и те, кто спрашивает, и те, кто отвечает. Вот я однажды слышал историю про строительство одного города в государстве Израиль, когда спросили одного крупного Рава, вот, собираются строить там город, можно там селиться или нет, правильно это или нет, и показали место на карте, где будет построен этот город, и показали, сдвинув на некоторое расстояние, на пару сантиметров, показали точку на карте неверная, для того, чтобы это оказалось построено не на территориях, а на землях Израиля, которые были, ну, с 1948 года, а не с 1967, тогда в то время были опасения, что территории будут отдаваться, еще что-то, и люди для того, чтобы им дали место для строительства участков, и, соответственно, можно было разбогатеть на этом, показали просто неправильное место и получили, так сказать, броху в кавычках, отрава для того, чтобы строить этот город, просто городок-город, трудно назвать, просто для того, чтобы иметь гэхшер, разрешение это делать, и вопрос был изначально неправильный, Рав не мог знать, что этот вопрос неправильный, и, соответственно, ответ был на тот вопрос, который дается. Вот здесь говорится о том, что человек, который настолько искренне верит во Всевышнего, и такой серьезный Талмитхохам, и знает Мациют, его все равно можно обмануть, и тем не менее в этой ситуации Акодыш Бруху оказывает определенную Сьюта Дешмая, и глаза Всевышнего делают так, чтобы вот этот Дат, который появился у человека, помогло сделать Псак, который будет правильный, в основном, конечно, Пшада Пашут, этот посох говорит про Даянии, в комментарии Гаона, но он относится к любому вопросу, который может быть задан Раву. Вот, я думаю, что мы успеем еще один посох пройти, следующий, тринадцатый посох, который говорит, ленивый говорит, лев на улице посреди площадей убьет меня. Такой короче, посох про льва в мире животных. На иврите, Омар Ацель, говорит лентяй, «Арье Бехуц, лев, который находится снаружи, Бетох Рахавод, который находится внутри улиц города, он ирцах, он меня убьет», объясняет Мальбим. Говорит, лентяй, лев, который на улице, внутри улиц города, лев, который снаружи, внутри улиц города, я дословно переведу, поскольку Мальбим и Гогро оба будут писать про разницу между понятиями улицы и понятия наружи, хуц. Говорит Мальбим, что есть разница между понятиями хуц и рхов. Хуц – это снаружи, рхов – это улица. Хуц – это то, что находится позади домов, что там нету никакого ршударабин, там нету общих владений, но только жители хацера, двора, пользуются тем, что находится позади их дома. Рхов – улица. Это место шука, место рынка, то есть там собирается общее владение, там собираются люди этого города, я потерял, вот. И обычно это находится в далеких городах, отдаленных от какого-то Ишуа, от каких-то других городов, и в таких местах есть дикие звери. И на дорогах, то есть там, где никого нету, за домами, где пустая часть, пустое владение, там собираются дикие звери, могут туда прийти. Но на дорогах города там диких зверей нету, потому что там есть люди. Но там тоже хорошо, там есть бандиты, разбойники. И не так в городе, что даже в окраинах города, за пределами города, обычно диких зверей нету. Если это не маленькое поселение, а какой-то большущий город, то на окраинах этого города будет мало людей и мало животных, потому что люди, они страшнее животных, и животные убегают. И тем более в городе, на улицах города будет очень мало животных, и еще там будет мало бандитов, и тем более злых зверей. ленивец, который по причине своей лени, он не хочет выходить за пределы своего дома, некий такой обломов, который лежит на кровати и больше ему ничего не надо, он в таком полудреме может провести остаток своих дней. Ему кажется, в силу своих фантазий, как будто бы снаружи, где нету многих людей, там куча львов и других диких зверей. На улицах города куча бандитов, и так же, что там нету плохих зверей, потому что они боятся, когда много народу находится. И вот этот вот лежащий лентяй обломов, он находит причину, в кавычках, повод для своей лени, для того, чтобы не выйти из дому. И он упомянут здесь в качестве примера такого лентяя, который ленится изучить Тору и мудрости Вышнего, что если ему скажет, что пойди, выйди, начни заниматься Торой снаружи, то есть начни заниматься, чтобы прийти к Торе, начни заниматься какими-то исследованиями, которые находятся рядом с Торой, но вне Торы, для того, чтобы прийти к Торе, то он скажет, что там есть лев, как объясняется, что он даже приведет аргумент, что пи за рот уста чужие, это такая глубокая яма, в которой можно провалиться, он боится, что если он начнет чем-то заниматься, таким вот посторонним от Торы, то он упадет в понятие кфира, в понятие отрицания основ, и поэтому он боится заниматься чем-нибудь посторонним, очень на самом деле такой вот набышный, так сказать, человек, боится заниматься чем-то, кроме Торы, тогда ему скажут, что выйди на улицы города, то есть занимайся теми вещами, что много народу этим занимается, и никто не спотыкается об этом, об это, то есть ты видишь, там нету опасности падения, он скажет, что я боюсь, что меня убьют разбойники, люди, не звери, но люди, что он не поймет и не постигнет того, что он изучает, и тогда лучше не учиться, потому что если я буду учить Торы, я пойму неправильно, и если я пойму неправильно, я буду неправильно делать, потому что я буду думать, что это можно, это нельзя, и поэтому лучше не учиться, и лучше так вот провести внутри дома всю свою жизнь, и все будет так хорошо и замечательно. Это человек, который находит объяснение своей лени, но на самом деле вопрос, что здесь первично, что вторично, и поэтому говорит Шлома Меллах, что говорит Ацлан, говорит лентяй, что там находится лев, здесь находится убийцы, посижу-ка я дома и не буду ничего делать. Говорит Гаон, он идет немножко по другому пути, или множко по другому пути, и мы изучали это, когда учили в первой главе очень похожий пасук, но я не знаю, успеваю ли я сегодня, или мне надо в следующий раз к нему вернуться, ну попробуем начать хотя бы. Он говорит, что такое слово Худ снаружи? это место, удаленное от города, и говорится, что там лежит лев. Окей. Что такое Роховод, улицы города? Это место не совсем улицы города, сегодня мы называем Рохов улица, но это какие-то дороги, которые находятся рядом с городом, вблизи, у самого города, но не город. И это, говорит Гаон, надо, чтобы это смотреть, надо открыть первую главу, 20-й пасук, и я думаю, что я не успеваю это сделать, поэтому чуть-чуть продвинемся так. И там вот, рядом с городом, там не нету львов, кончились, поэтому написано, что там находится убийство, убийца, то есть там можно быть убитым разбойниками. Это простой смысл того, что написано. Я еще раз напоминаю, Мальбин говорит, что далеко от города это изучение каких-то наук, которые человек боится, лентяй боится изучать, потому что он боится, что он упадет в яму, будет кофер отрицать основы, а раховод города, улицы города, это то, где много людей, где нету опасности, но он боится, в том числе Тора, он боится ее изучать, вдруг он неправильно поймет. Очень логично. Гагро идет по другому пути, он говорит, иньян, это то, что сказано про лентяя, что невозможно ему заниматься Торой Всевышнего. То есть, все вещи, которые сейчас будут идти, о которых будет идти речь, это говорится о Торе. Что имеется в виду? Сказано в Гемори Сука, по суке Изъяля, приведено в Эцаальцах на то ки егдилла асот шаманье там и гарыцам и тгарывы талмейда и хохоми. Сказано, по суке Изъяля, говорит о том, что Сотан, Ецаргора, она оставляет народа мира и бросается на Израиль, это для него ценнее поработать с Израилем, чем поработать с народами мира. А среди Израиля она оставляет амагаарцев, оставляет нечестивцев и бросается на Талмидей Хохамим, потому что испортить жизнь Талмидхохаму намного важнее, чем испортить жизнь десяти, или ста, или миллион амагаарцев. И об этом сказано. Амалек сидит на земле в Негеве. Канаани сидит около моря недалеко от Иордана. И невозможно пройти мимо него. то есть существуют народы, это виды Ецаргоры, Канани, Амалек, это виды народов, которые олицетворяют разные проявления Ецаргоры. Они находятся в дорогах по пути Ярушалайма фактически, для того, чтобы помешать человеку пойти по правильному пути. И он говорит, что в Торе есть четыре вещи, четыре пути Торы. Эти вещи, которые много раз упоминаются, но в основном то, что в Нишле это упоминается, это в первом перике 20-й и 21-й посуд. Кто захочет посмотреть, но я на всякий случай его зачитываю. Мудрость, она снаружи Быхудс Торуна радуется, веселится. На улицах города, то есть рядом с городом, она дает свой голос. Берошхамот Тикра на вершинах стен она уже обращается и в городе она разговаривает. И это четыре уровня, которые здесь описаны. Это четыре уровня, это четыре уровня познания Торы. Пардес, Пшат, Ремес, Драш и Сот. Четыре дороги изучения Торы, четыре пути. Как там было объяснено. И здесь сказано Хуц и Рховат. В Наш посуд затрагивает только два из них. Хуц и Рховат. Что имеется в виду? Там находится Эцергора и там она, Мидгаре, и там она задирается и пытается прийти к человеку. Паам Хуц, Паам Барховат. Иногда там, иногда там. И сказано, что эти две вещи, а не больше, не названы все четыре вещи, которые сказаны в первой главе, а здесь названы только две. Потому что четыре вещи, которые сказаны, это два, четыре уровня, которые есть в человеке. Они соответствуют четырем аспектам Торы. А именно, нефиш, руах, нишамавых, ая, четыре уровня человеческой души. Низкая душа, более высокая, еще более совсем высокая. Они соответствуют ныгдан, напротив них. Есть две клепы, две кожуры, две оболочки, которые оболочки тумы, которые есть. Это животная душа и животный руах. Нефиш, уже не дотрагиваются и ра не достигают. Кнышаме и к хай ра не достигают. И не может уже туда, оно ни при каких путях подняться. Поэтому здесь названы только две из них. Потому что названы две препятствия. Два препятствия, которые подстерегают человека. И что говорит глупец по отношению к этим двух препятствиям. Хуц, то, что находится снаружи, это сказано относительно, кто находится там снаружи, почему-то, да, боится ленивец, то, что там находится Арье. Рховат на улицах находится убийца. Потому что Ецергора, она очень сильно воюет с Толмидей Хохомим, который учит Тора Всевышнего. А в Торе есть две части, которые делятся на четыре части. Есть Хуц, то, что находится снаружи, наружная часть Торы. Это Пшат и Драш. Мы сейчас объединяем все четыре вместе. Пшат и Драш. Это то, что откуда мы Даршим, это Драш. Что можно, что нельзя. И Пшат это простое понимание. Это дело, это не дело, это можно, это нельзя. Это называется Рховот, как уже объяснено в другом месте, а именно в первой главе. Это называется не совсем Хуц, это Рхов. Тора, она спасает человека от животных и от разбойников. как мы недавно учили по поводу того, что человек идет в лесу и ничего не видит, берет свечку, что-то ему помогает, а Тора, который спасает его от всего. Тора называется огнем светом, что это соответствует Нефиш-бгемит и Руа-бгемит, которые полностью спасают человека от этих двух клепот. И это, теперь нам надо объяснить, слово Хуц. Слово Хуц это Пшат, который спасает от плохих зверей, то есть человек, который знает Пшат Торы, Тора спасает его от этого вида и он не попадает в руку испытания, которые дает ему душа по имени Нефиш, Нефиш-бгемит, то есть та сторона души, которая заведует Таевой и подобными вещами. Для того, чтобы от нее спастись, надо точно знать, что можно, что нельзя, и для этого достаточно Пшата Торы. Руховод это более близко к центру, это приближение к городу, это руок Бхимит, это животный руок, более высокая ступень. И так же, как Пшат спасает от плохих зверей, Руховод спасает от разбойников. То есть это другой вид Ецергоры, Ецергоры, которая тоже как бы животная часть Ецергоры, но она уже, я не знаю, как это сказать, с человеческим лицом. Есть лев, который может просто сожрать, а есть бандит, который может развернуть, перевернуть все наизнанку. И когда Талмидей Хохомим растут в Торе, тогда эти две части клепот, они уходят от них, они постепенно перестают ими заниматься. Поэтому основная работа Ецергора это мешать тому, кто учит Тора, узнать Пшат и Драш, для того, чтобы они не стали Талмидей Хохомим, для того, чтобы они не дошли до того, чтобы Тора защитила их от этих двух вещей. И это то, в чем сказано, что Арье находится снаружи, а убийца находится внутри города. Что это Хаяра Абы Листем, что это две эти клепы, о которых мы говорим, которые соответствуют Руах и Нефиш Бхимид. И они очень сильно, эти две вещи, мешают Талмидхохому. Мешают Талмидхохому стать Талмидхохомим за счет понятия лени. Потому что для того, чтобы человек учился, нужно очень сильно заставить себя учиться. И лень это первое, что мешает человеку. Она может одеваться в самые разные одежды. В одежде того, что не надо сейчас учить Тора, надо делать митцвод. Митцвод важнее, чем Тора. Лучше дать другому, чем самому себе. Я привожу десяток, я могу привести, какие десятки, сотни, я могу привести примеров, каким образом все это работает. Но основная проблема это лень, потому что значительно проще что-то делать руками, чем сидеть и вкалывать, как папа Карло и учить Тору. И поэтому пшат и дрожь Торы это те две вещи, против которых одевается Эйцергора сильнее всего. И это то, о чем сказано, что лентяй, он не может находиться, выйти наружу, там лев, он боится, он находит причину этого не делать. И барховод на улицах он тоже не выходит, потому что тоже находит причины, по которым там быть неправильно. Таким образом, с Божьей помощью мы закончили 13-й пасуг и начнем 14-й пасуг в следующий раз до новых встреч. 15-й пасуг в следующем. 15-й пасуг в следующем. 15-й пасуг